Развод означает по факту, что люди не могут развиваться вместе. А чаще всего, почему это происходит? Потому что они неправильно жили. Часто люди думают, что отношения должны сами поддерживаться. Отношения сами только портятся. Если вы зубы не чистите, рот начнет вонять. Точно так же отношения надо чистить, потому что там скапливается эгоизм. Как отношения чистятся? Они чистятся с помощью раскаивания, прощения, с помощью служения близкому человеку. Они чистятся с помощью освящения пищи, с помощью алтаря в доме чистятся, с помощью молитвы по утрам, с помощью воскрешения светлой памяти о человеке в своем сердце, несмотря на все, что было. Преодоление вот этого чувства, что было. Прощение означает очищение отношений. Часто люди думают, что вот то, что было, это то, что уже не поменять. На одни и те же грабли два раза не наступают. Люди думают, что когда отношения возникли какие-то в жизни, мнение о человеке, отношения, это является тем же самым, что и стол, который уже все, с ним ничего не сделаешь. Его только сгрызть можно, ну то есть или сжечь. Вот он стоит уже, все, с ним ничего не сделай. Отношения имеют мягкую, подвижную природу, но кажутся тяжелыми и невыносимыми только потому, что они вызывают очень большой объем работы. Когда человек начинает молиться, постепенно мнение о человеке меняется, меняется, хотя человек при этом не меняется, он остается прежним. И потом ты уже видишь чистое в человеке, несмотря на то, что он совершает грязные дела. Парадокс. Ты в нем самое чистое, светлое видишь, несмотря на то, что он грязные дела совершает. Сейчас вы зациклены на грязи в человеке. Почему? Потому что вы не можете работать, вам нужно трудиться сердцем сейчас. А для этого нужна опора. Вы еще не знаете, что такое опора. Опора означает, святой человек означает связь с Богом через кого-то. Для того, чтобы подтянуться к небу, нужно на турнике повеснуть. Нужен какой-то человек, который вам даст опору, и вы подниметесь выше к небу. Таким образом. Когда человек верит в святого человека, он с помощью него поднимается к Богу. Туда, куда подняться невозможно своими силами. И когда у вас будут силы, вот эти вот силы духовные, вы сможете с помощью, приложив эти силы к сердцу своему, вы сможете очистить память об этом человеке. И вы увидите, что он честный человек на самом деле. Несмотря ни на что, вот он вообще честный, искренний человек. Если он глупости делает, делает это искренне. Вот такой этот человек, у него много честности внутри. И не надо думать о его хороших качествах души. Он сильный человек, целеустремленный. От чего он поставил цель, от того он достигает. Это качество хорошей души, решимость это качество души. Он смелый человек, принимает смелые решения, не боится трудностей, опасностей. Качество души, смелость это хорошее качество. Когда вы об этом начинаете думать, вы так внутренне в сердце ручку поднимаете, говорите, живи человек, живи своей чистой жизнью, ошибайся, иди своим путем. У меня от тебя остается светлая память. Я благодарен тебе за все, что ты сделал для меня. Что ты было время, очень сильно меня поддержал, когда мне было плохо. Что ты заботился обо мне долгое время. Был благород на себя, вел щедрым, был со мной. Живи человек, вот сейчас. Я тебе за все благодарен. Все, что произошло в последнее время, это не с тобой связано, а с Богом. Это Бог мне дал, сделал через тебя эти испытания, потому что Он решил, что мне уже достаточно жить так, как я жила. Мне не так много времени осталось. Я должна теперь жить другой, более возвышенной жизнью. А для этого нужно выпить яд сначала для возвышенной жизни. Когда человек живет просто так, возвышенной жизнью невозможно жить. Нужно сначала, чтобы все сломалось. И Бог это сделал. Как один шел по берегу, несчастный человек. Ему хотелось быть счастливым. И он нашел бутылку с джинном. Потер бутылку, туда вышел джинн. И он сказал, слушаю, повинуюсь. Говори, все, что скажешь, я сделаю. И этот человек обрадовался, посмотрел на джинна и закричал. Я хочу, чтобы у меня все было, все было. У тебя все было. Ну то есть Бог дал милость. Это первая стадия, первый шаг к счастью. Человек все теряет сначала, потом обретает духовное. Чтобы обрести духовное, нужно потерять материальное. Но нужно ко всему, чтобы было, отнестись чистой, светлой памятью. Пока ты обижен на судьбу, ты не принимаешь волю Бога. Новый шаг в новую жизнь ты не сможешь сделать, пока ты обижен на то, что произошло. Нужно все с благодарностью принять. И тогда придет новая жизнь, новый шаг в жизнь.